Здравствуйте, ребята! Посмотрите, все ли у вас готово к уроку. Ребята, мне необходим на протяжении всего урока ваш большой труд. Чтобы справиться с заданиями, вам необходимы терпение, радость, усердие, дисциплина. Хочу пожелать вам удачи в нашем путешествии по знаниям. На уроке не зевай, сразу все запоминай, чтоб минутка не пропала, мысль, чтоб точно в цель попала, чтобы в русском языке равных не было тебе. Телеурок Сначала мы повторим изученный материал. Ребята, вам надо определить падеж имен прилагательных во множественном числе. Снегири едят семена хвойных и лиственных деревьев. В лесу много звериных и птичьих следов. На гладких молодых листьях блестит роса. В мягких осиновых стволах устраивают свои дупла дятлы. Давайте проверим. Снегири едят семена хвойных и лиственных деревьев. Родительный падеж. В лесу много звериных и птичьих следов. Родительный падеж. На гладких молодых листьях блестит роса. Предложный падеж. В мягких осиновых стволах устраивают свои дупла дятлы. Предложный падеж. Справились? Я уверена, что да. Сейчас следующее задание. Вы будете выполнять таким образом. Если правильно, то говорите да. Если неправильно, то нет. Будьте внимательны. Имя прилагательное – это член предложения. Нет. Имя прилагательное – это часть речи. Да. Имя прилагательное обозначает признак предмета. Да. Имя прилагательное изменяется по временам. Нет. Имя прилагательное изменяется по родам. Да. Имя прилагательное стоит в том же роде, числе и падеже, что и имя существительное, с которым оно согласовано. Да. Безударную гласную в окончании имени существительного и прилагательного можно проверить по вопросу, поставленному к нему. Да. У имен прилагательных множественного числа род определить нельзя. Да. Замечательно. Ребята, к слову «костюм» давайте подберем прилагательные. Получились словосочетания «новогодние костюмы» и «праздничные костюмы». Давайте просклоняем эти прилагательные по падежам. Родительный падеж. Нет новогодних костюмов, праздничных костюмов. Дательный падеж. Дать новогодним костюмам, праздничным костюмам. Винительный падеж. Вижу новогодние костюмы, праздничные костюмы. Творительный падеж. Играю новогодними костюмами, праздничными костюмами. Предложный падеж. Думаю о новогодних костюмах, о праздничных костюмах. Молодцы, справились. Сегодня тема нашего урока – дательный и творительный падежи имен прилагательных множественного числа. А какая цель нашего урока? Конечно, научиться распознавать имена прилагательные множественного числа в этих падежах и правильно писать окончания таких прилагательных. Отработаем порядок действий по алгоритму определения падежа имени прилагательного. Обогатим свою речь именами прилагательными. Давайте рассмотрим схему. Имена прилагательные множественного числа в дательном падеже отвечают на вопрос «каким?» Имеют окончания «ым-им». В творительном падеже отвечают на вопрос «какими?» Имеют окончания «ыми-ими». Безударные окончания проверяем по вопросу. Хорошо. Прочитаем. Весна наступила в этом году, ранняя, дружная. Побежали по деревенским улицам бурливые коричневые ручейки. В огромных лужах воды отразилось голубое небо с плывущими по нему белыми облаками. В скрыж посыпались звонкие капли. Давайте определим падеж и число имен прилагательных. Что? Весна. Именительный падеж единственного числа. Значит, ранняя, дружная. Тоже в именительном падеже единственного числа. Что? Ручейки. Именительный падеж множественного числа. Ручейки какие? Бурливые, коричневые. Тоже в именительном падеже множественного числа. По улицам. Дательный падеж множественного числа. Каким? Деревенским. Если существительное в дательном падеже, то и прилагательное тоже в дательном падеже. Что? Небо. Именительный падеж единственное число. Какое? Голубое. Именительный падеж единственное число. В лужах предложный падеж множественное число. Каких? Огромных. Предложный падеж. Множественное число. Облаками. Творительный падеж. Множественное число. Какими? Плывущими. Белыми. Творительный падеж. Множественное число. Что? Капли. Множественное число. Именительный падеж. Капли какие? Звонкие. Именительный падеж – множественное число. Замечательно. Ребята, следующее задание. Чтобы закрепить полученные знания, нам нужно поставить каждое сочетание в дательном падеже и творительном. Могучие скалы, тревожные крики, проворные вороны, чудесные ромашки, сосновые шишки, шустрые белки, зимние дни. А сейчас проверьте, справились с этим заданием? Ребята, прочитаем текст. Белый именительный падеж – как снег, с блестящими – творительный падеж, прозрачными – творительный падеж, небольшими – творительный падеж, глазами, с черным носом и черными – творительный падеж, лапами, с длинною – творительный падеж, гибкою – творительный падеж и красивою – творительный падеж, шеей. Он невыразимо прекрасен, когда спокойно плывёт между зелёных – родительный падеж, камышей, по тёмно-синей – дательный падеж, гладкой – дательный падеж, поверхности воды. Ребята, о какой птице идёт речь? Правильно, о лебеде. Лебеди отличаются тем от других видов птиц, что они на протяжении тысячелетий занимают особое место в жизни человека. На протяжении всей жизнедеятельности человек восхищался многими уникальными качествами этих птиц. И это неудивительно, поскольку лебеди – это горделивые и величавые птицы, наделённые от природы красотой и грацией. Лебединая верность послужила источником для пересказания легенд, а также написания песен, рассказов, сказок. Назовите имена прилагательные, которые встретились в тексте. Обратите внимание, имена прилагательные в творительном падеже имеют разные окончания. Ребята, а сейчас прочитаем следующий текст. У прилагательных вам надо изменить число. Выполните это задание самостоятельно. Определите падежи имен прилагательных. Будьте внимательны. У вас на это задание одна минута. А сейчас давайте проверим. Над безлюдными осенними равнинами летят журавли, прилагательные в творительном падеже. Встроенными треугольниками проносятся перелётные птицы над родными степями, над знакомыми озёрами, над широкими долинами. Летят они к широким, тёплым берегам. Справились? Оцените свои успехи. Ребята, на этом урок наш подходит к концу. Давайте подведём итог. В каком падеже имена прилагательные множественного числа имеют окончание «ие», «ые» и «их», «ых»? В именительном или винительном неудушевлённых «ие», «ые», в предложном падеже «их», «ых». В каком падеже имена прилагательные множественного числа имеют окончание «им», «ым» и «ими», «ыми?» В дательном «им», «ым», в творительном «ими», «ыми». Ребята, какой вывод мы с вами сделали на уроке о прилагательных дательного и творительного падежей во множественном числе? Расскажите своим родителям. Придумайте два словосочетания, существительное с прилагательным во множественном числе дательного-творительного падежей, и просклоняйте их. Мы славно потрудились на уроке, а теперь составьте словосочетания об уроке, используя какое-либо из данных прилагательных. Урок был интересный, неинтересный, полезный, продуктивный, весёлый, познавательный, скучный. На этом, ребята, наш урок заканчивается. До новых встреч на уроках русского языка! Субтитры создавал DimaTorzok